Здравствуйте! Это программа «Дорога к храму» и я ее ведущая Марина Крутихина. Смотрите сегодня в выпуске. Икона Спас Нерукотворный. История и ее значения. Православный календарь. Какие праздники ждут православных в октябре? Какая зарплата у священников и откуда она берется? Ответ батюшки на вопросы телезрителей. Образ Спас Нерукотворный по легенде является самым первым православным образом, который укавичил облик Господа Бога. Часто эту святыню ставят в один ряд с животворящим крестом и Господним распятием. Подробнее об истории иконы расскажем далее. Церковное предание говорит о том, что был некий царь, некий правитель небольшого города, имя его было Авгарь или Авгарь. Он болел, он слышал о неком праведнике, неком пророке, который исцелял, который помогал, но сам он не мог туда пойти по причине своей болезни. А у него был слуга, слуга был художник, он очень хорошо рисовал. И он написал для Христа некое послание, некое письмо. И с этим письмом он отправил своего слугу, чтобы слуга, когда встретил Христа, попросил для своего хозяина определенной благодати Божией исцеление. И говорит, если у тебя не получится с ним пообщаться и передать письмо, ты хотя бы срисуй его лик, чтобы я видел, кто это. И вот церковное предание говорит о том, что когда слуга пришел, вокруг Христа, как всегда толпилась огромная толпа, кольцо людей, он не мог подойти, он залез на дерево, пытался издали нарисовать его божественный лик. Но Христос, естественно, как сердцеведец, и видя его, и как сердцеведец, зная его сердечное помышление, говорит ему, что слезь, подойди сюда. Попросил, чтобы ему дали воды, дали плат, он умыл свое лицо водой, вытер платом, отдал этому слуге, а на плате изобразился лик Христа. Вот поэтому он называется нерукотворный, в том плане, что не человек сотворил, если мы берем икону, то икону, как правило, пишет человек, то это нерукотворное, это то чудо, которое явил сам Господь. И вот слуга принес, как говорит предание, принес эту икону своему хозяину, отдал, после чего хозяин излечился, вот, и над входом в город он повесил этот брус, потом, правда, когда были гонения, его замуровали в стену, вот, ну и со временем, к сожалению, он в истории был утерян. Почти каждый день октября 2021 года отмечен в церковном календаре памятным событием или религиозным праздником. Мы остановимся на самых значимых. 7 октября – День первомученицы равнопостойной феклы. 8 октября – представление преподобного Сергия всей Руси чудотворца. 14 октября – православные христиане отмечают один из самых великих и религиозных праздников – покров Пресвятой Богородицы. Какая зарплата у священников и откуда она берется? Я так думаю, что вы задали на один из самых интересных и злободивных вопросов, которые интересуют очень многих людей. Вообще, на что живет священник, откуда берутся деньги у церкви и так далее. Вокруг этого много мифов. Как ни странно, церковь в этом вопросе является такой своеобразной террой инкогнито, неизвестной землей. Хотя церковь – это не просто часть нашего общества, а неотъемлемая часть нашего общества. Но, к сожалению, большая часть людей даже представления не имеет, чем церковь живет. На самом деле, чем она расплачивается в прямом смысле. В советские времена вы знаете, что государство очень жестко церковь отделило. И это от общественной и социальной жизни. Но, тем не менее, священники, как раз, существовали и жили на пожертвовании прихожан. Священников мало осталось после репрессий. И вот это незначительное количество священников. Люди, конечно, они их кормили, обеспечивали, помогали им. Ну и в наше время современная церковь абсолютно автономна от государства. Она не получает никакой материальной поддержки, нет никаких бюджетных статей на содержание церкви. Нам не помогают ни платить за отопление, ни за коммунальные услуги и так далее. Мы живем полностью в таком самостоятельном хозрасчетном автономном режиме. Люди, некоторые, удивляются, думают, что мы там какие-то содержания, что нам государство деньги дает на это, ничего подобного. Нам никто никаких денег на это не дает. И на коммунальные услуги, особенно у нас на севере, вы сами представляете, сколько это уходит. У нас на содержание храма, наверное, около миллиона рублей уходит точно, может быть, даже больше в год, только на коммунальные услуги. Откуда эти суммы берутся? Естественно, у нас нет каких-то доходных предприятий, гостиниц, которые мы можем в аренду сдать. Но что в 19 веке это было, в принципе, это принято, имущество сдавали в аренду, с него деньги получали, содержали епархию на эти деньги. И доходы прихода складываются из того, что люди приносят и кладут в ящики здесь на пожертвования. Другая статья доходов – это лавка. То есть все, что в лавке покупается, это тоже совокупная часть доходов прихода. И пожертвования за требы или просто пожертвования частных лиц организации, которые делают людей, верующие люди, по каким-то причинам, по нужным, или просто потому, что хотят священнику помочь. Вот это три основных источника доходов. Причем, вы знаете, здесь такая вещь есть интересная, которая меня глубоко возмущает. На самом деле, далеко от того, что мы с вами называем бизнес или торговлю, это как бы не моя сфера жизни. Немножко надо перебить, если неправильно. Я по складу характера довольно чушь тому, что нас называют торговля, предпринимательство и так далее. У меня никогда не получалось в этой сфере ничего путного. И сама по себе организация работы лавки для меня – это такая вещь, не совсем для меня, не то что даже приятная, но я бы лучше другим занимался, чем лавкой. Но у меня есть необходимость этим заниматься, потому что это часть доходов-прихода, которые мне нечем покрыть. И по большому счету, когда нас кто-то упрекает, вот вы там лавки торгуете и так далее, так вы меня извините, раньше же священник вообще ничем не торговал, потому что его содержали прихожане. Раньше свечи в храме не продавали, допустим, что мы будем бороться в средние века, потому что свечи люди делали у себя дома, закатывали, формировали, приходили эту свечку, значит, ставили на подсвечник, приклеивали к ней денежку, это было пожертвование для храма, часть свечей отдавали в алтарь, чтобы, ну, на пожертвование храма, вот так храм содержали. А сейчас-то люди, наши свечи не приносят в храм, они приходят, и у меня просят свечи, чтобы я им дал. А естественно, вот эти свечи, эти книги, которые мы там взяли, там другие там подсвечники, там другая какая-то утро церковная, мы же их покупаем в Москве и сюда везем, я же ее там не беру, берут книги, мы берем не бесплатно, и как бы меня удивляет, почему люди так думают, что я должен там все это бесплатно давать. Они должны понимать, на самом деле, что все это есть некая форма пожертвования, которая идет потом в общую кассу прихода. Вот разговоры про свечи. Некоторые люди начинают высчитывать, сколько стоит одна свечка, за сколько мы ее продаем, ну, в нашем храме, в другом храме. У нас лавка вообще, в принципе, дешевая всегда была, недорогая. Но дело даже не в этом, дело в том, что свечка в самом себе это не предмет торговли в церкви, это форма пожертвования. Вот то, что вы свечку в храме покупаете и ставите, это одна из форм, осуществление вами пожертвования для содержания вашего храма, вашей церкви, вашего священника. Поэтому там бессмысленно подсчитывать эту хозрасчетную прибыль, доходы от продажи свечей, потому что, еще раз говорю, свечи, собственно, являются не просто предметом торговли, а это как раз форма пожертвования. Поэтому если свечка стоит одна копейка, продают ее за 10 рублей, это не значит, что там прибыль в тысячу, в тысячу раз не делают. Потому что можно прийти в храм, помолиться и без свечки, никто не заставляет тебе свечки ставить. Ну, вот таким образом складывается бюджет самого храма. С этого бюджета тратятся деньги на отопление, на коммуналку, если бюджет большой, хороший, богатый, на ремонт храма, а, естественно, на зарплату священникам и тем людям, которые в храме работают. Ну, у нас значительная часть людей в храме работают просто так, бесплатно приходят, помогают, но есть люди, которые получают, зарплату – это единственный доход. Ну, те же самые священники. Кроме священников в храме могут на зарплате быть казначей, допустим, бухгалтер, сторожа, водитель на больших приходах, где там много людей работают. Вот они могут работать в штате, то есть, ну, постоянные штатные работники. Ну, и плюс, как бы, люди, которые приходят в храме, помогают так, без оплаты. Кто-то поет, кто-то убирает в храме. Вот таким образом складывается бюджет прихода. И с этого бюджета приходят священники, получают зарплату. Мы все непохожие друг на друга. У нас разные вкусы и интересы, разные потребности и разные возможности. Мы по-разному талантливы, и у каждого свой путь. Но нас всех объединяет вера. На сегодня у меня все. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok